добрый день вышивальный youtube меня зовут тамара и сегодняшнее видео является следующей серии из моего сериала три месяца стартов да это уже получается у нас неделя четвертая и я покажу что я успела вышивать из этой звездочки и покажу какой будет мой новый проект и так звездочка про которую я рассказала вам в прошлый раз и сказала что я скорее всего не успею сделать сборку нет я не успела сделать сборку потому что здесь оказалось много работы то есть я имею ввиду здесь оказалось много вышивки к моему удивлению то есть вот как как выглядит превью показываю и вот что я успела вышивать до сих пор тогда да я вышила все то есть все что вы видите это готовые лоскутки для сборки получается то есть здесь нужно было вышивать 8 вот таких квадратиков в квадратики 57 на 57 сантиметров четыре из них зеленые четыре из них розовые то есть ты зеленая выбрала чтобы они были зеленые по схеме они по инструкции они должны быть и флакс это флакс почему говорю что вышивки оказалось много потому что сейчас покажу поближе вот примерно получается что здесь нужно вышивать весь периметр нужно вышивать бэкстич здесь есть по периметру и вот здесь то что выше то это тоже оказалось много потом вот эти этот ряд цветов и они разные то есть вот они кажутся что они выглядят точно они разные цветки я имею ввиду листики такие же и каждого квадратика была вот такая за гугулинка с цветком у каждого нет не у каждого и еще один элемент и получается что здесь оказалось много вышивки то есть просто что спасало это то что вышивалось быстро одиночек не было или почти не было но не было одиночек и бы были случаи что были как бы три крестики но они были одного и того же цвета то есть одиночек не было и это спасало потому что уже вот нужно считать и вышиваешь рамку здесь внутри кстати они тоже разные вот запомнить вот все это но легко как бы вышиваешь два три этих элемента запоминаешь и вышивается легко уже получается так что было много вышивки но вышивалась легко и я этим я объясняю что я вышла все за одну неделю почему так говорю потому что были случаи например мере 15 вышла за неделю не помню то есть были случаи когда я вышивала вот такие работы и сама вышивка было больше чем одна неделя сама вышивка не говоря уже об спорке потому что сборка у разных разные давайте покажу по порядке что у меня здесь есть и почему или как я знаю что они именно должны быть так потому что во первых я их пошивала не знаю здесь ведь в углах есть вот такие золотые бусины они не бисеринки они бусины и вот когда уже будет сборка я должна буду вот такой треугольничек делать набивать и это будет не за это будет вверх получаете вот это будет один как бы элементы из 8 то есть вот эти пуговки все будут не пуговки эти бусины все будут вот так получается и будет виден вот этот элемент и этот элемент поэтому вот видите что элемент они вышиты когда я начала вышивать миг мне показалось странно но потом я поняла логику и уже как бы все вышивала здесь есть вот получается что цветочек и овечка овечка супер милая и бисер я уже сказала что здесь бисер был и с красными кропинками хотим вот здесь и получается красный бисер потом есть вот такая здесь есть вот такая зайка ты нарцисс я так понимаю и здесь зеленый бисер белый с зелеными полосками тоже цветочек получается и уже сказала что здесь вот внутри мне не одинаково мне кажется две были одинаковые но не все как бы по два потом вот такая есть тоже розовые не розовые красные полосочки бисера тоже получается зайчик и уже тоже цветочек почему они повторяются я сначала не могла могла себе объяснить но потом когда я смотрела здесь есть какая-то вот когда будет все собрано здесь есть какая-то локер знаете зайцы зайцы цветочки цветочки и так далее и опять вот есть такая тоже с овечкой но овечка вот когда вышивала вичка уже было тут наверху здесь это же цветочку цветочек уже как бы другого цвета получается то есть получается что здесь зайчик здесь овечка эти цветочки одинаковые здесь и у нас овечка зайчик ей цветочку них так что-то в этом роде и получается здесь нарциссы здесь ромашки не знаю но цветы как бы можно определить более-менее думаю что эти ромашки и уже розовый цвет розовый цвет в цвете сразу можно наблюдать что было так корзинка и эта корзинка она есть во всех четырех квадратика вот так так и вот так так наверху корзинка была не то что трудненькая но вот цветы в нее получается они разные разные почему-то не показалось что они разные нет они одинаковые но получалось что да вот здесь и здесь они получаются одинаковые и здесь и здесь не одинаковые то есть по два получается потому что когда я вышивала я заметила что даже цветочки здесь какие-то по-другому цветочки немножко трудновато но все равно я не могу сказать что были одиночки как бы как минимум где-то два-три крестика были одного цвета но когда ты меняешь то получается что дольше вышиваешь и получается что птичка есть здесь и здесь птичка и здесь и здесь опять зайка но поменьше другая зайка не такая как-то так и цветы тоже получается чтобы здесь розовые но они выглядят как бы одинаково не к форму то есть но они разные и у одних из цветов был бакстич у других нет и кстати да здесь был бакстич но его было очень очень мало кстати это тоже наверное один из моих предположений почему я вышивала быстро потому что здесь не было бакстича то есть вот в этих зеленых бакстич и был только у зайки здесь какой-то его у него есть шарфики что-то в этом роде был маленький бакстич и уже в этих был бакстич на цветочках вот этих и внутри вот этих был бакстич кстати эти цветочки мне очень-очень нравится прям классные классные такие получилось и все то есть бакстича не было много что еще цветочки уже сказала здесь вот видите здесь получается что белая здесь вот эти и не знаю как они называются вайлайтс на английском они обычно называют это вайлайтс и вот боксич с желтым цветом был здесь внутри маленький такой боксичек если внимательно внимательно присмотреться то можно видеть и бисер да кстати уже сказала что бисер был четырех видов то есть был даже скажем так белый в красную полоску белый в зеленую полоску и вот этот белый в красную полоску белый в зеленую полоску использовались только здесь то есть по 2 вышивалась потом есть бисер белый в синюю полоску и белый перламутровый и причем этот белый перламутровый меньше чем весь этот полоску вот как выглядит например синий в белый в синюю полоску и у нас что здесь вот белый перламутровый получается вот и бисера тоже немного получается что раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь таких бисеринок и по две бусины вот по 2 бусины в каждой и смотрите это остатки то есть вот этого бисера полосатого и белого более или менее еще осталось до 2 отжива не хватит точно не хватит но вот эти бусины золотые их нужно 16 что вы думаете здесь поставили точно 16 не на одну больше вот меня меня немножко бесит вот это дело в час нам потому что как бы час нам это не дешевый бренд можно положить на одну бусину побольше вдруг человек потерял где искать такую бусину короче и все при отшиве есть у меня вот здесь было 26 цветов даже 27 было 27 цветов вот как я мой ключ было 27 цветов из которых вот эти два последние они были и blend то есть они использовали только использовались только как blend поэтому у меня только одна позиция есть и этот бленд был в этом зайчики и да его видно как-то странно потому что первый раз когда я вышла игрушку почему так лохмато выглядит но это был как бы этот бленд как бы его цель такая чтобы зайка выглядела знаете пушистая лохматая что-то в этом роде ну по крайней мере мне так показалось да кстати вот как я вышиваю час нам цифровой метод у меня вообще цифровой метод это мой самый любимый вот эти 33 62 где написано два этих до их нужно больше чем один сколько точно уходит я не могу сказать потому что у меня на бобинке как бы была нитка и были куплены новые мотки но точно нужно больше чем один то есть одним мотком не разберетесь потому что бывает иногда что они пишут два мотка используется вот прям один целый и все как бы или остается там несколько сантиметров во второго вообще не используясь не используешь а здесь да здесь нужно больше чем один прямо два нет но больше чем один точно и все то есть с ключом как-то так много цветов но это в стиле честно на то ничего странного здесь нету и да еще думал думаю почему меня здесь где-то есть этот цвет потому что хотела показать что вот этот 33 63 его не использует не использовала в крестиках вот и просто он был в коробке этот цвет бы я использовала только для бэкстича по периметру и тоже этого цвета и буду использовать чтобы как бы швом без корню все это собирать то есть этот цвет нужен для сборки и из тебя лишь менталька что у меня осталось это верхняя пуговка и нижняя вот это этот не фетр не шелк 6 из которого буду вырезать кружочек уже показал вот так что мне предстоит сборка и поэтому следующий проект которого я запланировала он небольшой но я думаю по крайней мере что он небольшой и я разберусь с следующим проектом потому что я хочу дать себя время для сборки этой красотки не хочу оставить так потому что обидно знаете целую неделю работала пахтела и думаю что на сборке не пойдет так много времени постараюсь при сборке снимать показать если получится если вам будет интересно конечно смотреть на такую не знаю как их называть звездочкой дам на такую звездочку потому что уже сказала что видео пока что я не видела такую красотку так что приступаем к моему следующему проекту то есть проект этой недели и мой следующий старт будет из этой книги бедит кростич трэжерс бали гей балус я показала в покупках показала книгу показала трэжерс и которые я купила но не показала что я буду вышивать из этой книги да это получилось у меня вот такая покупка знаете купила книгу понравились дизайн и тут оказывается сваровский будет снимать с производства свои трэжерсы и я спешила купить то что мне нравится чтобы потом не жалеть об этом не все смогла найти но сделала я кое-какие замены потому что уже сказала что все нашла в местных магазинах и мне очень это понравилось мне очень помогли кстати вот эти карта трэжерсов от мелхил который я бы недавно купила вот прям прям помогли так что были использовала уже как говорится окей давайте сразу покажу что мне понравилось и что я буду сегодня вышивать убрала отсюда куколку потому что было нелегко показать то есть когда я начала пролистывать книги знаете мне сразу запали душу несколько дизайнов вот с этой странице я сразу но прямо сразу влюбилась вот в этот дизайн эти скворечники здесь и зайчики вот эти трижерсы цветочки мне понравился этот дизайн тоже такой такой дерево зайчик и все такое и еще тоже недалеко вот такие дизайны вот такое окно и этот домик они сами по себе какие-то парни я бы сказал потому что всех есть вот такая рамочка знаете вот все четыре дизайна мне очень очень понравились эти дизайны сразу мне еще понравился дизайн там есть осенний сэмплер но там нужны какие-то листики которые мне кажется что они вышли из производства потому что их нужно 10 пачек и их можно найти по одной по две пачки в магазинах в сша нужно платить за доставку то есть этот центр какой-то золотой выходит две золотого сэмплера не хочу поэтому я эту идею забросила то есть сэмплера этого я не буду вышивать так что получилось что я купила материалы трэжерс бисер я не уверена если я купила для всех не проверила но вот трэжерсы я купила для этих четырех дизайнов которые я показала уже и купила так получилось что купила я вот цветочков побольше потому что не под не понравился цвет был по ключу то есть коробочкой цвет был по ключу но сам цвет мне не понравился так поэтому у меня получилось и экстра цветочки и экстра 1 трэжерс и я могу вышивать еще где-то два маленьких проекта то есть я могу вышивать вот такой пин кип не знаю посмотрю вот так такую корзиночку потому что у меня есть цветочки не такие прямо цвета но здесь бисер тоже разноцветный можно можно подобрать как бы не принципиально и еще могу вышивать вот такой корзиночку потому корзиночку потому что у меня есть вот этот зайчик вот получается и так остальные дизайны которые здесь есть я уже сказала что большинство из них бисером и я смогу их вышивать ну в будущем кто знает может быть сваросский будет передумать или я не знаю так вот и начну я то есть старт этой неделе будет вот такой дизайн до маленький но удаленький посмотрим сколько времени мне нужно будет но я горю я очень очень хочу вышивать это дизайн прям очень хочу что у меня здесь есть по ключу во всех этих дизайнах 4 которые вам показала они рекомендуют лен свой карт цвет антикуайт вот он то есть он он у меня будет по ключу ниточки потому что здесь есть и ниточки и бисер почему так говорю потому что в этой книге из дизайна которые только в бисером вышиваются но не так зато в 6 цветов и все получается и уже трежишься бисер который у меня здесь есть это яда купила то чего у меня не было в наличии получается или было очень мало то есть бисера здесь больше но остального бисера у меня было то есть остатками видеть остатки тоже хорошие и уже самые вкусненькое вкусненькое этот режешься то есть здесь есть такой главный герой это вот такая зайка вот она зайчика получается и почему у меня две зайки потому что вот этого эту зайку я не сразу нашла по ключу а потом нашла я только решила купить обе зайки ну подумал я что неплохо будет что-то найду я что с ним делать потом здесь есть вот такая птичка тоже классные знаете здесь все такое мимимишно и классные вот она птичка получается потом он у нас есть цветочки вот эти три цветочки они продаются по одной то есть не все три в одной коробочке по одной нужно было купить вот они получаются все три потом есть вот эти которые мне прям очень нравится вот эти три колокольчике и вот эти три колокольчики они продаются в одной коробочке то есть дурдом какой-то что у нас еще есть и нас еще есть вот такие цветочки желтые это должен быть вот такой 12 147 и здесь будьте внимательны то есть видите до 12 140 147 они должны быть желтенькими вот они должны быть желтеньким но в том же магазине я купила несколько пачек потому что этих трежерсов нужны и для этого дизайна для этого и для домика если я не ошибаюсь и что вы думаете surprise surprise пришли мне вот такие вот видите один и тот же номер и не знаю если видно видно вот у этого лицевая сторона смотрите насколько бледно желтый это ты насколько насыщена желтый этот короче я докупила для того чтобы у меня был вот этот цвет то есть я докупила в том же магазине потому что я не была уверена если они мне пришлют этот нормальный желтый или этот бледный желтый и пришла мне еще одна пачка вот с такой нормальным желтым я буду вот такие использовать то есть поэтому я получается что заказала больше вот таких цветочков чтобы у меня было все все гармонично то что вот этих можно использовать в тех маленьких корзиночках не проблема и еще была у меня я бы не сказала что проблема вот эти розовые цветы цветочки вот их вот их три да вот эти розовые цветочки они очень классные и по ключу они должны быть вот такой цвет то есть в ключе написано что они должны быть 12 148 смотрите насколько желтые они насколько они старые потому что они сняты из производства то есть я в этом магазине получается их открыла и хотела вам показать просто получается что в этом магазине я купила последние такие знаете динозавры смотрите какой этот цвет перламутровый какой-то розовый перламутровый но никак не такой розовый который должен быть здесь я была в бешенстве не за то что я как бы купила платила деньги потому что я буду их использовать но как так как можно так вот рекомендовать я не получается такие мог ей пришлось вот смотреть на этот на эту карту потому что выбрала что-то другое я купила уже 141 я купила 142 мне понравился 12 141 но он оказывается тоже сейчас раритеты нашла только одну коробку но мне нужны здесь три то есть то есть мне нужна еще одна коробка и вот этого 12 152 я уже нашла две коробки и яблобал благополучно буду использовать такой цвет да они немножко темнее чем я хотела бы но это не проблема потому что они сочетаются вот с этими розово-темными прожилками в этих цветочках так что я думаю что все будет сочетаться все будет красиво и все вот это все материалы которые мне нужны были для вот этого дизайна буду вышивать и вы на следующей неделе увидите что у меня получилось это все что я хотела показать вам в сегодняшнем видео то есть какие у меня есть продвижение и какой будет мой следующий проект надеюсь вам нравится этот мой сезон стартов потому что так нужно его назвать если да не забудьте вставить лайк видео оставить комментарий если у вас есть комментарий подписываться на мой канал если вы еще не подписаны и увидимся в моем следующем видео до тех пор пока пока